Здравствуйте, уважаемые слушатели! Так, вебинар только-только начался. Вот время 16.30. 16.31 уже. И сейчас мы с вами будем рассматривать тему. Тема о том, как создавать иконки для инфографики. Так, вполне возможно, вам потребуются материалы. Ну, захочется потренироваться вместе со мной, поэтому я отправляю вам ссылочку прямо в чат. Держите. Если флешка с собой, то слушатели в аудитории могут забрать эти материалы с собой. Или также я отправлю по почте. Скажите, пожалуйста, как звук? Слышно ли? Видно ли? Экран. Раз-раз. Проверка. Проверка. И приступаем. Так, плюс-плюс. Галина, вижу вас. Так, замечательно. Основные направления хотелось бы просто обрисовать. Чем конкретно я могу вас сегодня порадовать? Что-то прям голос. Видно, слышно? Анна, вижу. Галина, вижу. Замечательно. Так, еще вижу Ирину. И в аудитории у нас присутствует Татьяна. По-моему, мы с вами виделись уже, Татьяна. Понятно? Я в первый раз. Сори, сори. Прям иногда такое ощущение, не знаю, чем его обосновать, что человеку вот прям знакомо. Какая-то энергетика похожая. Так, итак, создание иконок для инфографики. Направление инфографика сейчас очень популярное даже в качестве элементов. Хочется в презентацию добавить какую-то иконочку, чтобы она была помоднее. Или мы сразу с вами ставим цель создания инфографической композиции в рамках одной рабочей области отобразить какие-то отношения. Либо количественного, либо качественного характера. И в этом плане требуется перейти от образа в виде текста к образам в виде каких-то иконок разного уровня сложности. То есть это может быть как хорошо проработанная иконка, так это может быть и просто такая иллюстрация в виде восклицательного знака, например. Или человечков без всяких признаков. Человечек бегущий, например, человек сидячий. Я вас приветствую на нашем вебинаре. Зовут меня Инна. Мой имейл находится на экране. И Романова Собачих Специалист.ру Если вдруг будет желание, пожалуйста, пишите что-то, уточняйте, спрашивайте. Я в вашем распоряжении. Мы познакомимся с вами с программой, именно познакомимся, с которой у меня состоялась первая любовь. Так что получилось. Ну и смотрите, как я ее обидела. Да, неправильно, зато сразу записала на скорую руку. Программа Coral Draw. В свое время целые статьи писала, и читала, и писала на тему, что же лучше, программа Coral или программа Иллюстратор. Со временем я поняла, что сравнивать эти программы, в общем-то, нельзя. Просто кому что больше нравится или под определенные задачи. С каждой из которых программы справляются, ну, какая-то лучше, какая-то хуже. Создавать иконку без разницы, в каком именно приложении. Можно и в Корале, можно и в Иллюстраторе. Но, в общем-то, даже можно в одной бесплатной программке, которую я советую взять на вооружение. Программа InScape называется. Я даже продемонстрирую ее в конце обучения. Страничка скачивается бесплатно. Создание иконок из простых фигур в этой программе с помощью всего лишь, наверное, двух логических операций. Логических операций там много, то есть, способов взаимодействия объектов друг с другом. Но мы обойдемся всего двумя. Это логическая операция, которая позволяет нам объединять объекты и их отсекать. Режущая процедура нам также понадобится. Ну, и самый главный момент, самый болезненный момент, это экспорт иконки в программу PowerPoint. Это не так просто получается, что нельзя просто взять и адаптировать объект для того, чтобы в PowerPoint с ним можно было работать напрямую. Я имею в виду, что объект должен подвергаться совершенно простому перекрашиванию затем. То есть, воздействовать на объект мы должны уметь такой команды, как заливка фигуры, контур фигуры, для того, чтобы она уже выполняла свои задачи в поинте. Забегая вперед, я скажу сразу, что есть подарки по нашему курсу. Такие подарки, я их обычно распространяю среди своих учеников. Это совершенно бесплатно. Пользуйтесь, пожалуйста. Если вы скачаете наборы материалов, то вам будут доступны следующие иконки. Они все уже адаптированы под койт, то есть, любую из которых можно взять вот так вот и перекрасить. Зачем тогда вообще что-то делать свое, если так много всего уже придумано такого? Речь идет о создании специфической иконки. Вот чего-то мне здесь не хватило, чего-то здесь нет. Например, мне хочется создать кинопроектор, а его нету здесь, а нужен. Или меня не устраивает внешний вид этих иконок, мне нужна сейчас иконка в стилистике не сплошной заливки, а в контурной заливке. И получается, надо либо скачивать такие вещи откуда-нибудь из интернета, да, из характерных порталов, либо уметь их создавать самостоятельно. Вещи, адаптированные под PowerPoint, практически не находятся в режиме свободного скачивания, поэтому вот скажите спасибо. Да, это хорошая штука. Очень удобно пользоваться, ну вот именно в рамках офисного приложения, Word, Excel, PowerPoint, вставляются куда угодно, командами копировать, вставить. Также я принесла нам иконки, которые будут принимать участие в векторе. Это набор иконок в векторе открывается в программе CorelDRAW, можно также открыть в программе Иллюстратор. И именно на это будет направлено наше обучение, хотя бы частично. И даже если вы такое найдете и скачаете в интернете, это тоже можно сделать бесплатно, как эти иконки можно адаптировать для офисного продукта, я хотела бы вот как раз ей показать. Ну а пока, ну а пока я запускаю программу Corel и самые-самые основы работы мы проходим. Так. Ребята, вот Галина, Галина, вот вы мне сейчас в чат посылаете сообщение. Я вот еще раз вот так, давайте, продублирую вот такая ссылочка. Держите. Давайте я еще раз продублирую. То есть вы проходите по ссылке, которая прямо в чат отсылается, и скачиваете весь этот набор материалов, включая набор иконок для презентации. Пользуйтесь на здоровье, как говорится. А Corel не будет. То есть это у нас не... Да, 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 да. Да, это просто смотреть, беседовать и так далее. Да, мне поставили. Сказали, да. Не предусмотрено. Да, да. Хотя кое-какие вещи я могу делать вместе с вами. У вас экран разблокирован. То есть какая-то часть будет работы в Corel, а какая-то часть будет работы в PowerPoint. Поэтому как минимум из общей папки вы можете, общая папка на рабочем столе находится у вас, скопировать папочку иконки для инфографики к себе на рабочий стол. Для наших действий подойдет любая версия Corel. В данном случае я буду пользоваться английской версией, но если вдруг вы попросите мне назвать команду на русском языке, я ее постараюсь вспомнить. Corel X6, Corel X7, он практически один и тот же интерфейс, так что неважно, любая версия Corel нам подойдет. Так, потихонечку запускается. Запускается, запускается. Так, ага, ну так тут у вас выглядит программа. Приветственное окошко. Wellscreen мне не нужно, я от него избавляюсь. Так. В Corel вас ждут довольно простые сочетания клавиш, которые вы знаете также по пакету Office, а также, ну, допустим, по пакету Adobe. Например, также будут работать Ctrl Z, Ctrl N, Ctrl P. Все эти команды в вашем будут распоряжении. Пожалуйста, пользуйтесь. Основы навигации в Corel разве что связаны с поведением в рабочей области. Ну, например, мне очень нравятся некоторые сочетания клавиш, которые я вам буду рекомендовать активно использовать. Такое сочетание клавиш, как, ну, например, управление окном. Итак, я создаю новый документ Corel. Для этого Ctrl N от слова New на клавиатуре можно нажать или просто щелкнуть по листочку панели стандартной. Подойдет также команда File New. Довольно подвижно ведет себя Scrolll. Направляя курсор на рабочую область, Scrolll вот такие вот вещи делает. Да, то есть очень скоро можно потерять лист. И вообще довольно плохая привычка располагать объекты за пределами рабочей области. Поэтому я вам настоятельно советую запомнить сочетание клавиш Shift F4. Shift F4 можно перевести как найти, найти лист. Когда у нас будут объекты, а объекты скоро будут, еще одно есть хорошее клавиатурное сочетание, это Shift F2, а именно приблизить к себе активный объект. Таким образом я могу уже приступить создавать объекты. И первое правило – правило создания объектов. Не путать инструменты рисования с инструментом, который их потом, объекты потом, например, перекрашивает или трансформирует. Это правило характерно также для программы Illustrator. Итак, одним коротким щелчком я создаю объект. Это будет объект прямоугольник. И удерживая левую клавишу мыши, формирую объект на экране. Shift F2 позволит мне приблизиться к этому объекту. Это очень удобно. Ну а колесико мыши, если зажать, активирует инструмент Hand, что также удобно в работе. Так что в плане навигации я бы выделила всего два подхода. Это Shift F2 и Shift F4, хотя есть и другие способы работать с листом. Ну а также вот зажатый скролл, временно активирующий инструмент Hand. Итак, переключение на инструмент Pick. Можно делать с мышки или просто нажать на пробел. А иначе мы будем постоянно, постоянно создавать прямоугольники. Это вот как бы нам не очень нужно. Нажмите на пробел после создания объекта. И вот уже объект у нас готов к управлению. Объект можно покрасить в любой цвет. Объект можно трансформировать с помощью маркеров. Вращать, перемещать. И я таких объектов собираю создать и еще несколько штук. Итак, инструмент создания объектов. Их здесь несколько у нас. И инструмент управления объектом. Это инструмент Pick, инструмент выбор. Довольно легко перейти именно с помощью пробела на его активацию. Согласно методике Майкла Роуди, из его книги, визуальные заметки рисовать могут все. Главное просто начать. В настоящее время я показываю вам часть методического материала из этой книги. А именно, используя только базовые элементы, которые демонстрирую сейчас на экране, нарисовать такие объекты, как дом, машина, часы и так далее. Я вам предлагаю в рамках эксперимента распечатать себе этот листочек из папочки, которую вы скачаете. Ну и сделать над собой небольшое усилие. Просто порисовать, используя только эти элементы. Но я бы на вашем месте зашла бы еще дальше. Изобразить все эти элементы, используя только одну из представленных фигур. То есть дом состоит только из квадратов, автомашина только из квадратов, часы только из квадратов и так далее. Ну разве что, возьмите себе еще на помощь, допустим, линию, точку. Я говорю сейчас об общей стилистике. Что отличает все-таки набор иконок от набора просто иллюстраций, которые похватали в интернете? Единая стилистика. Углы, скругление углов, искругление на сколько, толщина линий, а также общая проработка контура, количество деталей. То есть если у вас будет глазки с ресничками, а на другом животном, например, не будет ресничек, то это все стилистика нарушена. Придерживаемся количества деталей, придерживаемся общего контура, понятие такое, как толщина линий, например, соблюдаем. И мы создаем с вами иконки в рамках одного стиля. Такое предложение. Сейчас я буду создавать фигурку кинопроектора, который мне так нужен. При этом я собираюсь использовать только прямоугольники. Только прямоугольники. Ну и вот, допустим, раз, два. Я буду сразу красить объекты. Не переключаюсь на инструмент создания фигур. Вот здесь у меня, допустим, ножка будет. Здесь будет еще одна ножка. Частично готов. Так, так. Не буду сегодня сосредотачивать ваше внимание на том, что объекты желательно еще и выравнивать относительно друг друга. Это правда, что все должно быть ровненько, красиво. Пожалуй, я сделаю, наверное, вот так вот, подлиннее. При расположении объектов я стараюсь, чтобы объекты прямо-таки входили в друг друга. То есть очень плотный контакт, никакой контурной работы. Объекты должны очень плотно соприкасаться, а в идеале вообще помещаться друг в друга. По центру. Мне потребуется фигура более сложная. И в Короле это инструмент полигон. Это инструмент многоугольник, который я использовать буду всего в три угла. Поворот. Либо вручную, либо установить параметр на угол 90 градусов. Это уже пока, да? Ничего сложного. То есть я вижу будущий проектор. Об этом и говорил Майкл Роузи, что мы должны видеть будущую композицию, составленную из простейших объектов. Ну и вот, наконец-таки, сейчас будет логическая операция. Самый главный момент. Выделить всю композицию мышкой и нажать на команду под названием Велда. Она же идет как слияние, как объединение, как сведение. Главным образом мы добиваемся того, чтобы исчезли перекрытия между объектами. Сейчас чисто с технической точки зрения я отображаю в Object Manager, ну, управляющая область в этой программе, в ней видно все, что у меня сейчас находится несколько объектов, выделенных на экране, но нажав на команду Велда, я получу всего один объект. Видно? Это еще не все. Все-таки мне не понравилось, как ножку мне... Я хочу ее вот так вот отбить и все-таки вот так. Это, конечно, еще не все. Мне потребуется еще парочка кружочков, чтобы они создавались пропорциональными. Я буду удерживать клавишу Control при создании этих объектов. Помимо операции Велда, мне потребуется еще одна операция, которая связана с отсечением. Два круга, два овала, два эллипса с равными пропорциями к кружочке. Я выделяю их. Один маленький располагается сверху, другой большой располагается снизу и использую логическую операцию под названием Trim, она же отсечение. Сбрасываю выделение с объектов. Все, готово. И используя всего две эти логических операции, мы можем с вами создать фигурку, в общем-то, нужной мне сложности. Дублирование объектов в программе выполняю операцией Control D от слова Duplicate, хотя есть, наверное, и более традиционные способы, такие как Control-C, Control-V. Вот примерно такую вот иконку я хочу получить. Ну и получаю, конечно. Еще раз все выделяем. И еще раз операция Велда. Кстати, рекомендую запустить программу PowerPoint прямо сейчас. Татьяна, запустите вместе со мной. Программа PowerPoint, если она у вас есть, она вас может приятно удивить. В 13 и в 16 версии программы находятся в ней тоже интересные вещи. Это логические операции. И, конечно, фигуры. Если я раскрою на вкладке главную команду фигуры или на вкладке вставка или где-то еще, я могу получить систему вот таких вот фигур, простейших фигур, прямоугольник и прочее. Вы также знаете про эти объекты, правда ведь? И я могу создать, наверное, то же самое сейчас, приложив немножко усилий. Только мне не очень нравятся способы выравнивания в PowerPoint. Но это так, мелочь. Выделяю получившиеся объекты и в PowerPoint прохожу на вкладке Q-формат. Это вкладка управляющая, вкладка для таких вот векторных объектов. И смотрите, о чудо, о чудо. В PowerPoint мы с вами можем найти тоже логические операции и среди них находится также объединение. То есть то же самое, по идее, действие можно выполнять в поинте. Почему нет? А если бы я, получается, нарисовала бы кружочек, а потом еще один и выровняла бы эти объекты относительно друг друга, а затем выполнила бы операцию, которая тоже вот здесь вот так вот представлена, например, группирование она здесь называется. Ну да, пусть будет группирование, какая разница. То я получаю то же самое? Ну, в общем-то, да. То есть можно ли заниматься этим в программе PowerPoint и не пользоваться ни одним профессиональным приложением? Ну, получается, что можно. Но это все-таки не слишком удобно, если идет речь о точном выравнивании объектов, о последующей работе в режиме кривых. Я все-таки буду предпочитать либо Illustrator, либо CorelDraw. Так. Что дальше? Дальше. Дальше этот объект подвергается еще одной процедуре. Помимо рисования здесь мы никаких целей ставить не будем, но мне очень хочется избавить сейчас этот объект от понятия контур. Контур, он же Abris, я собираюсь уничтожить у данного объекта. И для этого я собираюсь правой клавишей мыши. Вот так вот можно. Как еще? Здесь есть Object Properties. Могу вызвать это. Могу также это вызвать Alt-Enter. Могу также обратиться напрямую на панель параметров. Но есть один универсальный способ, который мне очень нравится. Я вам предлагаю им пользоваться всегда в Corel. Это обращение к строке состояния программы. Вот сюда, там, где перьевая ручка находится. Объект выделен. И далее двойной щелчок по перьевой ручке, независимо от того, чем вы занимаетесь, и какие возможности у вас открыты, всегда вызывает управление контуром. Толщина объекта доводится до нуля. Отсутствует толщина. No. Окей. Контур объекта уничтожен. Трудно передать вот это то отвращение, которое векторный график испытывает в понятии контур объекта. Он же абрис, он же граница, он же outline, как вы его не назовете. Он не участвует ни в выравнивании объектов, он причиняет неприятности при печати объектов. И он, оказывается, также причиняет неприятности при импорте, экспорте объектов уже в офисные приложения. Предлагаю сейчас этот объект импортировать в PowerPoint, вернее экспортировать, выполнить экспорт данного объекта в виде, пожалуй, формата PNG, то есть мне нужен представитель в растровой графике, и в виде формата WMF. Это уже будет векторная графика. Щелкую по объекту. Далее выполняю команду файл. Далее команда экспорт. Экспорт в формате PDF, экспорт такой, экспорт секой. В общем, все, что угодно могу найти. Выбираю PNG. Portable Network Graphic, PNG. Я не то чтобы, вот прям являюсь фанатом данного формата, но он очень удобен, именно в программе Point сохраняет прозрачность, то, что нужно. Иконка в растре. Подтверждаю. Только не забудьте убедиться в том, что у вас стоит галочка Transparency, прозрачность. А, остальное уже не так важно. И второй подход. Файл экспорт. На этот раз я буду выбирать формат файла, который PowerPoint в состоянии в дальнейшем понимать как векторную графику. Это формат WMF, Windows MetaFile. Windows MetaFile, слово MetaFile можно переводить как вектор в операционной системе Windows MetaFile. И напишу как иконка в векторе. А, ну хорошо, хорошо, не ругай с ним. В векторе. И экспортирую также все настройки по умолчанию. Татьяна, я сейчас в сетевую папочку сброшу их оба. Если хотите в PowerPoint продолжить с ними работу, она, как правило, и есть самая-самая корявая и специфическая. Point здесь, к счастью, у нас стоит для всех. Можно пользоваться. Ага. А вот в общей папке они будут у меня... Давайте я на всякий случай их вот прям вот туда положу. В иконке для инфографики, чтобы у нас была какая-то общая папка. И вот там будут две. Иконка в растре и иконка в векторе. Ну, конечно, надо подвиснуть обязательно. Да, на этом этапе. Без этого никак. Ага. Сейчас. Отвиснет. И сделаем. А я пока вот перейду в программу. В программу Point. Отвиснет. Угу. Все. Отвис. Появились они там. Иконка в растре и иконка в векторе. Так. Ага. Теперь в PowerPoint. Теперь в PowerPoint продолжаем небольшую работу. И в этом будут вещи, которые я, ребята, не могу объяснить. Не могу. Так. Так. Кто-то мне машет рукой. Так. Говорю всем. Здрасте. Кто машет? Пишите в чат, если что. Так. Я не могу объяснить, что будет сейчас происходить. Я могу только дать советы. Я могу дать советы по поводу того, как опознавать, что вы вставили. По какой быстрой команде можно понять, что вы имеете сейчас в PowerPoint. Ну и какие способы работы имеются. Общие рекомендации. Итак. На вкладке «Вставка» у вас находится команда «Рисунки». Это и есть команда по помещению любой иллюстрации в PowerPoint. В PowerPoint, кстати, нельзя вставить ничего сложного. Ни формат PSD, Photoshop Document, ни формат IE, Adobe Illustrator, иллюстра в народе, ни формат CDR вставить нельзя. То есть ничего сложного он не потянет. Но формат PNG – это запросто. Иконка в растре. Вот здесь она у меня находится. И иконка в векторе. Обе иллюстрации я могу вставить. Могу даже сразу их вставить, выделив их клавиши Ctrl и вставляю. Обе. Сбрасываю выделение. Щелчком куда попало, только не по ним. И растаскиваю их в разные стороны. Убедимся сейчас, что иконки прозрачные. Я просто на вкладке «Дизайн» поменяю фон на черный. Вот возьму что-нибудь вот такое. То есть видно, да? Никаких белых краев нет, никакого остаточного фона нет. Все замечательно, все чудесно. Но, допустим, у меня возникла необходимость перекрашивания одного и другого объекта. Ну, так случилось, да, надо перекрасить. Я щелкаю по одному объекту и следую на вкладку «Формат», которая традиционно занимается такими вещами, как перекрашивание. Команда «Заливка фигуры» у меня отсутствует на формате. Но это ничего страшного, я найду ее на вкладке «Главная». Но она как-то странно работает. Нет заливки. И другой тоже, пытаюсь воздействовать, как-то странно работает. Мне нужно перекрасить проектор, мне не нужно перекрашивать его область. Это как-то странно. То есть прямому перекрашиванию командой «Заливка фигуры» ничего сделать не получается. Вкладка «Формат» как бы выглядит одинаково, что при нажатии на один объект, что при нажатии на другой объект. На вкладке «Формат» одно и то же я имею. Но, вообще-то, есть разница. Как говорится, найдите одно единственное отличие. Что на вкладке «Формат» активируется при нажатии на объект. Вот в одном случае есть, в другом случае нет. И даже не одна штучка, да, здесь удалить фон, художественный эффект и что-то еще вот здесь появляется, исчезает. Не обязательно идти сейчас на вкладку «Формат». Есть любители работать правой клавишей мыши, и я вам сейчас даю идеальный индикатор. А представьте себе, что это сделали не вы, а кто-то другой. Честно говоря, я сама уже не помню, какая из них растровая, какая векторная. Так и не видно, по качеству особенно ничего нет. Правой клавишей мыши щелкните по вашему объекту, вот вам индикатор. Если команда «Группировать» будет являться мертвой, неактивной, нельзя по ней кликнуть мышкой, значит это растр. Откладываем его в стороночку. А если правой клавишей мыши по объекту вы имеете команду «Группировать» в активном состоянии и далее «Разгруппировать», значит это и есть метафайл, значит это WMF. Разгруппировка происходит, он нас спрашивает, говорит, ну что он говорит? Ну это суть этого вопроса, что-то вроде прописки объектов в программе. Он жить здесь хочет, мы говорим «Да, живи». Да, адаптация можно так назвать. Но этого мало. Я прошу вас еще раз выполнить это же самое действие. Ctrl-Shift-G на клавиатуре для любителей горячих сочетаний клавиш или снова правой клавишей мыши «Группировать», «Разгруппировать». То есть команда «Разгруппировка» делается дважды. Ctrl-Shift-G, Ctrl-Shift-G с промежуточным ответом «Да» на вылетающий вопрос. И это еще не все. Ловите привидения, ребята, сейчас. Векторные объекты в формате WMF, которые являются внешними и поступили в PowerPoint откуда-то оттуда, должны быть здесь адаптированы таким вот странным способом. А еще у них осталась прозрачная подложка. Сбросите выделение. Ловите привидения над правым плечом объекта. Ну или над левым. То есть вы подводите курсор, видите что-то есть, что-то есть. Хватаете это что-то, оттаскиваете это что-то в сторону. Такую погрешность создает любой импортированный объект в формате WMF. Отрисован он в Corel, в Illustrator, да где угодно. Ловите привидения, уничтожайте привидения. Мы сделали это. Вот она адаптация иконок в Point. Вот теперь я могу щелкнуть смело по иконочке, проследовать на вкладке формат. И на вкладке формат у нас произведены какие-то изменения, правда ведь? Она уже не растровая, как здесь. Здесь вкладка формат уже векторная. Почему я ее так называю? Мне доступна команда заливка фигуры на вкладке формат. И теперь иконочку я могу перекрасить в любой другой цвет. Она будет соответствовать моему корпоративному стилю. Она будет меня радовать, пожалуйста. Я могу у нее работать с контуром, который раньше был мне не нужен. Но он был мне не нужен только из-за последующего импорта. Он бы мне даже создал систему двойного привидения. Зачем мне это нужно? Если уж мне надо иметь такой стиль, я его сделаю следующим образом. Неужели нельзя было сделать то же самое с растровой графикой? Не, можно, можно. Растровая графика тоже подвергается небольшому воздействию. А именно на вкладке формат растровый объект подвергается такой команде, как цвет. Но говорить это окрашиванием, ну, язык не поворачивается. Это не окрашивание, это вот нужно хорошее слово. Отберите мне слово хорошее. Татьяна, поможете, что происходит? Сейчас я вот именно фотографию обрабатываю. Вроде бы она тоже меняет свой цвет. Но это не окрашивание заливкой, а... Вот тонирование, давайте назовем ее так, да, давайте назовем ее тонированием. Хотя добиться можно неплохого результата, да, здесь. Так что вот белое, черное, то есть можно ли вот так вот, да, вроде как бы можно. Зачем столько суеты? Ну, просто иногда у нас ответственная брендовая работа. Иногда мы работаем не для себя, а для людей. Иногда мы работу продаем. И клиент ожидает определенного поведения, а не знаю... Он не обязан знать, да, таких тонкостей. То есть вот иконка, если ему нужно из красного в зеленое, человек ищет ведро. Если этого не происходит, значит работа не доделана. А вот эта иконка, которая тонирована, плохо говоря, она себя как-то при последующих уровнях на экране? А, примерно одинаково. Да, да, да. Разницы особенно нет в том, как они будут выглядеть на экране. Они обе... А с какими именно? Ну вот если я прислой, там... А вот прям называйте. Изменение с прин... Условно говоря, какой-то мультфильм из трех кадров. Ага. Был один цвет, потом она меняет свой... А, с точки зрения анимации. Да, хороший, отличный вопрос. С точки зрения анимации, вот сразу хочу показать, вы прям придали этому тренингу развитие. Есть эффекты, которые доступны для вектора и недоступны для растра. Например, добавляю я анимацию. Сейчас у меня выделено векторное. Вот. Я могу выбирать там цвет объекта, изменения, размера и все что угодно. Как мы можем с вами вот именно вот эту область назвать? Эта область у нас отвечает за выделение, да? Выделение объекта. То есть объект должен как-то привлечь в себе внимание. Все эффекты анимационные я здесь разбиваю на изменение формы, когда он начинает, например, увеличиваться, уменьшаться, качаться, вращаться. И изменение в плане цвета. Вот. То есть цвет объекта, например, я задаю с точки зрения анимации, он был розовый, стал зеленым. Вот. Теперь я щелкаю по растровому объекту и команда добавить анимацию. То есть в принципе вот тоже самое доступно и форма, и цвет заливки у него можно менять. Но. Вы видите, как меняется у него цвет заливки? Та же самая глупость происходит, которая была при окрашивании. То есть мы вектор, он идеален. В общем-то, да. С точки зрения вот показал и пошел, ну, если они остаются статичными, маленькими, да? И если с ними никто не будет вступать в дальнейшие отношения, какая разница вектор или растр? Но если с ним планировать какую-то работу и вы от него ожидаете поведения, то тут уже вектор начинает значительно выигрывать. Значительно выигрывать. Давайте я приближу качество объекта. Векторная графика считается это просто математика. Это объект, имеющий или не имеющий контур. Ну уж, по крайней мере, он имеет у нас, да, какую-то форму, имеет объект. И это заливка внутри, которую можно высчитать математически. Растровый объект – это объект, который создан на матрице пикселей. И вот я сейчас пытаюсь в поинте, у меня плохо получается дать увеличение на 400%. Видно ли, у нас контур распадается по пикселям, да, это матрица, вот она пошла. Но мы же на таком уровне не представляем объекты в Powerpoint, чтобы была вот такая разница видна. Так что, если нет серьезной какой-то вдумчивой работы с объектом, то можно не говорить о том, что есть между ними существенная разница. Можно даже не заметить. Скорее, это вопрос именно, вот вы задали мне, отличный вопрос. Вот, анимация, да, да. Вот, пожалуйста, да. Именно в плане изменения цвета. Изменение формы у них будет одинаково происходить, то есть они там одинаково подергаются по пляжу, увеличатся, уменьшатся. Разная цветовая обработка с точки зрения именно статичных эффектов, которые связаны с оформлением, связаны с украшением. И тому, и тому объекту одинаково присваивается такое понятие, как тень, например. Это пожалуйста. Или там свечение, или отражение, то есть все вот эти вот фигуры. Ну, разница будет разве что в различных модификациях, там рельефы, если совсем в тонкости заходить. Но все равно не могу сказать, что прям очень-очень большая разница. А внедрение в таблицу подобных элементов вообще возможно по-корректе? Они в таблице, в таблице такие объекты будут вести себя как? Они могут быть сверху. Да, то есть наложение. Да, наложение. Ну, да. Или это не таблица, а такая же, как и они. Просто выглядит как таблица. То есть нагровождение прямоугольников, по сути, векторных объектов, которые сгруппированы. К сожалению, группировка таблицы с этими объектами невозможна, они слишком разные. Группировка, она может быть среди равных. Или только PowerPoint, только самых последних версий. Ну, вот, я имею в виду, была когда-то прям 2003 версия, да? Прям старенькая-старенькая. Вот эта версия программы даже не могла сгруппировать друг с другом растр и вектор. Сейчас уже можно. Ctrl-G, вот, пожалуйста, растр и вектор. Но все равно социальное неравенство в фоенте осталось. То есть таблица не группируется с такими объектами. Одним целым они не станут с композиционной точки зрения. Ну и, разумеется, там условное форматирование, вот эти все сложные вещи, они вообще отсутствуют в PowerPoint. По работе с таблицами остаются прерогативы только программы Excel. Вот. Уважаемые слушатели вебинара, есть ли у нас вопросы по поводу происходящего? Что хочется дополнить, что хочется спросить? Если нет, давайте я буду потихонечку подводить итоги. И буду подводить итоги. Итак, если вы к нам недавно присоединились, просите у меня ссылочку. Если она в чате отсутствует, я ее нам брожу. Так, у меня был какой-то вопрос, по-моему, а я его могла пропустить. Так, не вижу, не вижу. Так, 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 так. Пока, пока не вижу. Пока не вижу. Или у меня он не открыт. В чем преимущество растровой графики тогда, Анна? Ну, в данном случае, Анна, я преимущества растровой графики не вижу. Нету. В том-то и дело, что мы больше на вектор работаем. Вектор не имеет распад на пиксели. Вектор чаще всего легче. Вектором легче управлять с точки зрения анимации, с точки зрения обработки конкретной команды, заливка фигуры, команда заливка фигуры может включать корпоративные цвета, в том числе. Мы это проходим на курсах по дизайну презентаций. И векторная графика имеет такую способность автоматического перекрашивания. Вектор во всем более идеален, чем растр. Не зря, Анна, есть еще такая операция, как трассировка, а именно способ превращения растровой в векторную иллюстрацию в таких программах, как Coral. В том числе, возможно, это будет одна из моих тем. Все-таки, если надо нарисовать что-то такое, вот видите, там, человек, например, но он должен быть векторный, а не растровый, для меня гораздо проще это трассировать, чем взять и рисовать его. Да, с этим я, к сожалению, не владею. То есть, нет таланта, мне проще именно превратить одно в другое. Мы стараемся отойти от понятия растр. Растровый может оставаться только разве что фотография. Фотография, которая будет принимать участие, ну, например, фоновая цитата, такая красивая идет, вот это могут быть фоны, прежде всего, да, фоны. Фоны, люди, фотографии товаров. А вот с точки зрения инфографики мы будем больше стремимся, конечно, к вектору, чем к расту. Ну что ж, ребят, если вопросов больше нет, я буду с вами прощаться, буду с вами прощаться. Пожалуйста, Татьяна, озвучьте. У вас вышли через группировку последующих? Да. Да, да. А есть здесь такая штучка, если пользоваться правой кнопкой, как изменить рисунок? Как вариант, можно так. Это одно и то же? Нет, 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 я вас, по-моему, путаю сейчас, да. Давайте я ее... Речь случайно не идет о замене иллюстрации. Нет, 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 нет. Если бы то, вот там есть вопрос, который стоит последовательно. Изменить рисунок, изменить рисунок. Я имею в виду, когда она спрашивает преобразователь... Изменение. Изменение рисунка, да. Да, да, да. Не изменить, а изменение, от глагольного не. Да, то же самое, просто разгруппировка для меня более универсальная процедура, тому, как она носит какой характер? Упрощение. Часто. И, например, у меня смарт-арт. Мне вам хороший вопрос. Вот. Ну, вот такой. В PowerPoint часто пользуются. Наверное, тоже пользуетесь. Но чем больше пользуетесь, тем больше вы наверняка от него что-то получаете еще и негативное. То есть, помимо того, что он имеет живую такую вот структуру, способен, да, так легко отзываться на подобные действия, у смарт-арта есть еще и парочка моментов неприятных в работе. Там мобильное поведение текста постоянно, он на что-то жалуется. А еще жалуется на то, что нельзя его изменить по своему вкусу, потому что такое принципиально надо. И в таком случае я буду наживать, с вашего позволения, все то же самое. Ctrl-Shift-G, то бишь разгруппировать, и Ctrl-Shift-G, разгруппировать. То есть, я использую команду разгруппировать и для того, чтобы адаптировать объект импортированный откуда-нибудь, да, и для того, чтобы, например, продолжить работу со смарт-артом уже в виде простейших иллюстраций. Также дважды. Один раз упрощение, второй раз уже разгруппировка. Все. Набор примитивного вектора, работаю как хочу. И легче с точки зрения веса, если вы отправляете куда-нибудь ее по почте, так и смарт-арт, он как бы чисто физически занимает большую площадь на слайде, ну, вот как бы композиционный момент. А упрощенная векторная композиция будет всегда занимать размер по крайним точкам в своей композиции, да, не будет никаких лишних пустот. Так что, да, я так поддерживаю вас, что вот можно нажимать на команду изменения, а есть еще и универсалочка все-таки, разгруппировать и разгруппировать. У меня, собственно, этот вопрос, вернее, к этому вопросу, по одному случаю, у меня находит план из здания, у меня вот драматично исполненный, и, собственно, я его из иллюстратора перестащила через ЕМА, я обнаружила эту чудную функцию. А у меня там все стенки как под небольшим углом поехали. Вот я понимаю, это у меня такое, или это вот есть свойство такое, так изменять некорректно рисунок. То есть вот были перегородки, условно говоря, горизонтальные, да, ну вот, про это не скажу, про это я бы, скорее, посмотрела бы, да. Когда мне рассказывают о каких-то неприятностях при импорте, у меня целый набор, я их называю, легенды. То есть я как бы верю, но своими глазами не видела. Вот, пока не пощупаю, я не могу сказать, в чем дело. Может быть, просто какой-то это случайный глюк. Если вы не тестировали эту проблему на нескольких разных устройствах, в нескольких разных программах, то есть когда я что-то не могу доказать, я начинаю идти последовательно, да. Может быть, проблема вот здесь, может, проблема вот с другими файлами, ее нет, да, то есть какая-то ошибка произошла именно в самом файле, я не могу ее разгадать. Может, проблема в компьютере, тогда я иду за другой компьютер. Может, проблема в самой версии программы, тогда я меняю программу. Мне нравится разбираться в таких сложных случаях, но иногда статистика уже накоплена, да, и я могу дать быстрый ответ, а иногда надо вот именно потрогать, пощупать, понюхать, так не могу сказать. И, кстати, формат файла, насчет формата файла EMF, он звучит как Inhast Meta File. Вы обратили внимание, что когда я импортировала иконку из Corel, я не пошла путем EMF, хотя он был в списке. Я предпочла простой Windows Meta File. Таблица сравнения WMF и EMF мне ничего не дала на сайте Microsoft, но я немножко другими категориями мыслю, но это мне дал хороший эксперимент. Еще один маленький момент по поводу того, по поводу вот во что импортировать все-таки, если вы идете путем работы в векторе. И я вот так вот неожиданно открываю программу Excel сейчас. С вашего позволения я здесь несколько так вот цифрок обрисую. Так, много работать здесь не буду. В Excel у нас есть замечательное средство, я могу назвать его, наверное, средство инфографики, да? Условное форматирование, наборы значков, и могу взять какие-то вот такие штучки. Ну, возьму стрелочки. Табличка, которая мне послужила вот этим моментом, надо еще что-нибудь такое средненькое набрать. Так, условное форматирование. Вот, то, что надо. Эту таблицу я, допустим, должна поместить в программу PowerPoint. Если речь идет о смежном функционале между двумя этими приложениями, мы можем говорить о том, что между Excel и PowerPoint общая только что? Сетка и циферки внутри. Да, больше между ними ничего общего нет. Получается, могу ее поместить как внедренный объект, как связанный объект. Это, кстати, получится. Можно заявить это темой следующих вебинаров, если будет интересно просто по этой теме. Ну и, конечно, как рисунок. Правая клавиша мыши мне здесь не нужна, поскольку она дает мне только вариант растровой вставки. Вот этот вот вариант. Я пойду через специальную вставку, через Ctrl-Alt-V, через специальную вставку иду и буду выбирать вариант рисунок. И вот он, расширенный метафайл. А есть метафайл Windows. Вот она и разница. InHest метафайл. Расширенный. Вставлю. Пока все норм. И вставлю так же, как метафайл Windows. Долгое время я реагировала на слово расширенный. Мне оно нравилось. Ну просто, просто нравилось. Метафайл Windows, я думала, это какой-то облегченный формат. Итак, и тот, и тот векторный. Согласны? Давайте я разгруппирую сейчас этот объект слева. Что-то, что-то, что-то потерялось, да. А теперь я разгруппирую объект справа. И еще раз разгруппируешь для того, чтобы там совсем все уже на части рассыпалось. Вы видите, да, что получается. То есть, даже таблица импортированная в формате ВМФ имеет, оказывается, свои преимущества перед ЕМФом. Это меня просто убедило. Ну как, я не понимаю таблицы, которые сравнения, да, имеете? Ну вот. Вот здесь что-то хорошо, здесь что-то плохо. Верю только в то, что могу вот... То, что вот такую. Вот в это я верю. Формат ВМФ я в этом плане научилась любить и вам советую. Смотрите. Не буду сохранять, не буду сохранять, не буду сохранять, не буду сохранять. Ну что ж, если хотите, забирайте эту папочку. Она в вашем распоряжении. Набор иконок для презентации, если интересно. Ну, по крайней мере, чтобы не зря пришли. А программу InScape, о которой я говорила, рассмотрите, если вы часто ищите именно бесплатную замену Corel. Вот в этом плане в ней, что приятно, даже есть... Есть даже трассировка даже есть. Это меня очень удивило и довольно неплохо, где это дело происходит. Уважаемые слушатели, вебинар. Семинар наш подошел к концу. Всем большое спасибо за то, что принимали участие. Всем большое спасибо. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok